Украинский защитник Феликс видит родной дом впервые за полтора года. Военного встречает бабушка. С начала полномасштабной войны ей пришлось пережить немало. Оккупацию, постоянные обстрелы, тревожные мысли о внуке на фронте и долгое ожидание встречи с ним. Вот осколки били, вот калитку побило, вот тут побило. Ракета туда попала. Видишь, инструмент сушу затопило квартиру соседа, как дамбу подорвали. Сват с Виталиком достал через крышу, потому что нельзя в дом войти. Там взрыв был, окна повыбивало. Сего схитная пробыла под российской оккупацией более семи месяцев. Всё это время военные РФ не прекращали обстреливать дома мирных жителей. Вблизи сева обустроили огневые точки. Мишенями были украинские города, до которых могли отсюда добивать российские оккупанты. В доме валится всё после бомбёжек. Полностью ремонт нужно будет делать после войны. В тех двух комнатах сильно потрескалось, а тут не сильно. Здесь подбили как раз перед войной, здесь не зацепило. Сыпалось сверху, но нормально, не разбило. Вертолёты каждый день почти по дому летали. Российские. Они боялись, что наши собьют. И над домами летали. Вот здесь, наверху, сверху они стреляли по Николаевской области. Было страшно очень. Мы неделю сидели в подвале. Почти семь месяцев воды не было. Ни света, ни воды. Они по подстанции лупили градами и попали. Мне погреб, сарай побило. А эта ракета побила. Феликс родился и вырос в Херсоне. Затем переехал в Александровку. Там до начала полномасштабной войны работал комбайнёром, где изучил работу техники. С первых дней вторжения российских войск в Украину парень стал волонтёром. А через пару месяцев пошёл служить на фронт добровольцем. Освобождать родные город и село. В Александровке я последний раз пил посадку. Я двое. Никто командировал. Мне там надо технику забрать. Сейчас Феликс служит в самых горячих точках. Ремонтирует боевые машины пехоты. В свой первый короткий отпуск приехал домой из-под Бахмута. «Он мне сам звонит. Я же не знаю, когда можно звонить. Феликс мне звонит». Долгие месяцы оккупации местные жители вспоминают с ужасом. Отсутствие света и воды, дефицит продуктов и лекарств. Военные РФ обворовывали дома и предприятия. Вывозили оборудование и технику. «Забирали машины, телефоны, тракторы забирали. Тянули всё, что могли. Птицефабрика у нас была. Всё оттуда вытащили. И машины, которые развозили цыплят. Яйца тоже забрали. Автобусы. Всё». Как вспоминают местные, российские оккупанты проводили обыски в селе. Искали участников АТО, патриотов и корректировщиков. У охотников забирали ружья. «Только где-то появились в селе, уже по улицам кричат «кацапы». Фух, и нет никого. Нас и было 160 человек. Может, 170». Жители Схитного говорят, их село по сравнению с соседними подверглось незначительным разрушениям. После деоккупации обстрелы здесь продолжаются. Российская армия ведёт огонь уже с левого берега Днепра. «Чутно, что гепают. Мы привыкли уже». «Слышно, что стреляют. Мы привыкли уже. Уже правнучка АТО говорит, Нина, не переживай, это выход. А как хлопнет, так хорошо. Нина, это уже прилёт. Ей 6 лет. Так что мы уже знаем и уже не реагируем. Своё на огороде делаем и всё». «Мы уже привыкли. По Херсону бьют, и нам слышно, как россияне бомбят, так и окна звенят. Мы уже к этому привыкли. Вот заклеено всё. Почему? Чтобы стёкла целыми остались». Радость освобождения жители Схитного разделили вместе с Херсоном. Говорят, дату деоккупации – 11 ноября – запомнили на всю жизнь. «Бомбили, авиация летала. Тут не было жизни нам. Ну ничего, выдержали. Но когда уже пришли наши, это не можно было». «Но когда уже пришли наши, это невозможно было. Мы так радовались. Уже сколько времени прошло, а без слёз не можешь вспоминать. Что в селе творилось? Все плакали, обнимали их. Такого праздника не было больше. Мы дождались. А теперь левая сторона». Схитное находится в 20 километрах от прифронтового Херсона. Сейчас здесь возобновили электро- и водоснабжение, а его жители продолжают возвращаться в свои дома и восстанавливать здесь мирную жизнь. Дарья Литовченко, Денис Синченко для телеканала Freedom.